Приближается праздничная дата, 3 мая, день возрождения карачаевского народа. Возвращение на родину в 1957 году стало торжеством справедливости. Но люди, перенесшие все муки, ссылки, до сих пор будто вчера, помнят события 77-летней давности о судьбе Азарета Гатаева в репортаже Мадина Каракетовой. В истории Карача есть две важные даты. Одна печальная, 2 ноября, когда весь народ был выслан в степи Средней Азии обречен на смерть, и 3 мая, когда им разрешили вернуться в родные места. Мой дедушка Азарет Гатаев был подростком, когда его отец погиб на войне, а семья была выслана в степи Казахстана. Он не любит вспоминать эти события, тем более рассказывать о них. Но каждый год 2 ноября и 3 мая он неизменно посещает памятник в Карачаевске. Памятник жертвам политических репрессий. Но в этом году дедушка, конечно же, не сможет посетить мемориал, потому что он ответственно выполняет условия самоизоляции. Но, тем не менее, мы с ним решили немножко прогуляться по окрестностям родного аула Каменомост. А по тем местам, где у Гатаевых до переселения была кошара. И дед немного все-таки предал все воспоминания. Вот тот самый пригорок. За ним и была кошара, в которой наша семья держала скот, рассказывает дедушка Азрен. Мать каждый день взбивала масло, варила сыры, готовила айран. А я, будучи подростком, 14 лет, помогал ей в хозяйстве, присматривая за пятерыми младшими братьями и сестрами. Отец Хусейн Гатаев – снайпер, был на фронте. В один из дней мы получили тяжелое известие. Его настигла вражеская пуля. Мать долго плакала над похоронкой, но жизнь продолжалась. Вот там, под пригорком, есть равнинные места. Там мы косили сено, перетирали кукурузу. Дорогу оттуда хорошо видно. Несколько дней наблюдали странное оживление. Военные машины, груженные людьми. На наши любопытства старики соседних кошар, с которыми мы трудились вместе, отвечали, что в Учкуландском ущелье были люди, нарушившие закон. Это их арестовали и везут судить. Я удивлялся. Как так? Разве могут столько людей разом нарушить закон? И молча принимался за работу. Но вскоре тайна странных машин раскрылась. Азрет, сопровождая мать, спустился в аул домой за некоторыми вещами. Вокруг царило оживление, суета. Сновали по улицам солдаты. Мать с кем-то переговорила, а потом встревоженно шепнула Азрету, чтобы тот со всех ног бежал обратно, на кошару. И рассказал всем, что карачаевцев выселяют в неизвестном направлении. Меня заметил солдат и стал требовать, чтобы я остановился. Но и тут же бежал со всех ног. Он открыл за мной огонь. Пули прошли над головой, обсыпав меня листво с деревьев. Здесь, в долине, было спокойно. Соседи терли кукурузу. Я рассказал, что велела мать. Старики рассмеялись. Ты что, молодой человек? Где, скажи на милость, разместят весь карачай? Даже если вдруг кому-то и придет такая фантастическая мысль, действительно выселить весь народ. Что за глупости ты говоришь? И продолжили работать. И тем не менее, это оказалось правдой. Азрет Гатай вспоминает, как мать, уезжая, просила одного из солдат разрешить ей заглянуть домой и забрать похоронку отца. Он разрешил, когда понял, что она вдова военного. Перед глазами один человек, видимо, командир в темных очках, худощавый, такой высокий и очень неприятный. Он тыкал тому солдату пистолетом в лицо и грозился расстрелять из-за того, что он разрешил матери зайти домой. Похоронку и припрятанный на черный день сбережения в сумме 2000 рублей в доме мать так и не нашла. Там уже обустроились какие-то женщины. Солдаты во дворе расстреляли наших собак и кур. А один, по-моему, казах или киргиз, собрал птиц и принес матери со словами «Возьмите, вы надолго, это вам пригодится». Но мать не взяла. Как в тумане погрузились в машины. Из-за имущества ничего, кроме узелков, самым необходимым перед глазами. 106-летний дед, умоляющий оставить его в родном доме. А дальше товарные вагоны, степень и известность. Семья Азрет Агатаева попала в Южно-Казахстанскую область. Таги переночевали в степи, а утром проснулись припорошенные снегом. От голодной смерти семью спасло решение деда, который предпочел колхозу совхоз в Каракалпаке. Азрет Агатаев рассказывает, что им предложили работу, кормили обедом и даже каждый день выдавали по несколько граммов хлеба. Но из других районов шли страшные вести о гибели людей от голода и лишений, вымирали семьями, улицами. Дедушка рассказывает, что казахи, по крайней мере в тех местах, куда попали они, отнеслись с пониманием и даже с уважением. По мере возможности старались поддержать. Не сломиться на чужбине помогла мечта о возвращении. Мне каждую ночь снился родной дом, рассказывает дедушка. И 14 лет спустя возвращение стало возможным. В тот день, когда пришла долгожданная весть, все разом бросили работу, ликовали и просто стали ждать команду собираться. Когда вернулись, я не узнал свой дом. У нас был большой двухтажный дом, он был разрушен. Второй дом все еще стоял, но в нем жила грузинская семья. Нам пришлось выкупать у них собственный дом. На момент возвращения я был уже женатым человеком, имел двоих детей. Был полон сил и желания жить дальше. Сразу же трудоустроился, параллельно посещал школу водителей и получил профессию. И более 30 лет проработал по профессии в лесосовхозе в Карачаевске. Потихоньку наладилась жизнь. Сегодня дедушке 92 года. Живет в родном каменомосте, в родном доме. Занимается хозяйством, ухаживает за домашними животными. Он вырастил троих детей. Внуков четверо, правнуков шестеро. Считает себя счастливым человеком и желает, что никогда в истории ни одного народа не повторялась такая жестокая несправедливость. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.